Как и у человека, который проходит определенные стадии развития, он рождается, он учится ходить, он учится разговаривать, общается с окружающим и каким-то образом транслирует то, чего ему хочется, то, что ему нравится, то, чего ему не нравится в жизни и вообще. Также и у команды есть определенные стадии развития. Есть очень много разных моделей, которые про эти стадии рассказывают. Я сегодня хочу рассказать о модели Исака Одизиса, которая представляется наиболее используемой, наиболее адекватной и описательной для практически всех команд. И организаций крупных, и проектных групп, и даже дружеских компаний. И начинается все, разумеется, с некоторого зарождения, когда собираются люди и хотят что-то вместе сделать. Будь то бизнес, совместный поход в кино или какая-то другая проектная деятельность. Команда собирается, она рождается, и на этой стадии всем очень здорово, что они рядом друг с другом есть, всем очень классно. И если идея, ради которой команда собралась, является стоящей, и вот уже команда познакомилась, да, то есть стадию рождения все-таки преодолела, команда переходит к второй стадии, очень забавно называющейся «давай-давай», она же стадия тусовки. Когда всем чрезвычайно друг с другом весело, все встречи проходят в крайне неформальной обстановке, это могут быть кафе, это могут быть клубы, рестораны, open-air всевозможные, квартирники, потому что людям просто здорово, им приятно друг с другом общаться. И на этой стадии очень часто бывает такое, что люди понимают, что им просто нравится друг с другом общаться, а делать какое-то дело совместно им не очень интересно. И на этой стадии команда так хоп, и скатывается до нуля, то есть до стадии даже не рождения, а сразу к смерти. Потому что потусовались классно, давайте дальше тусоваться, а наша деятельность нам не так интересна. Конечно, в ситуации с организациями это все приводит к более тяжелым последствиям, нежели чем просто. Ну, нет, так нет, ладно, побежали по разным сторонам. То в стадии проектных команд уж лучше так, чем сделать что-то нехорошее. Следующая стадия, если смерти не произошло, это стадия, когда всем все очень нравится, все готовы дальше работать, все дружно замотивированы очень, и реально работа кипит. На этой стадии что с командой может произойти? На этой стадии какие-то члены команды могут начать выпадать, потому что вроде кажется, что у каждого есть своя задача, но кому-то кажется, что ему поручили меньше или наоборот больше, чем остальные. И дальнейшее функционирование в таком варианте человеком может не устраивать. И опять же на этой стадии тоже можно каким-то образом приблизиться к смерти. Это по-любому, если даже один человек выпадает, то команда умирает, это уже новая команда. Потому что им по-любому нужно учиться заново ходить, заново говорить, заново искать общий язык и общие цели. Когда все получается, то есть пиковая стадия развития команды, вот она наша прибыль, вот она наша стабильность. И все очень им, разумеется, тоже счастливы, довольны. Но что может случиться на этой стадии? На этой стадии часто бывает такое, что кто-то довольно меньше, чем остальные. Либо окружающий мир, внешний мир как-то не дает позитивную обратную связь на то, что получается. Возможно появляются конкуренты, возможно появляются какие-то антимонопольные вещи, если ваша компания, ваша команда, ваша проектная группа залезла на какое-то монопольное предприятие. И на этой стадии может стать страшно. И если становится страшно, то все деньги, вся прибыль собирается, неважно, да, это была коммерческая прибыль или какой-то другой профит, все дело сворачивается и на стадии торжества команда торжественно машет всем рукой окружающему миру в первую очередь и распадается. Не дожив до следующей стадии. Следующая стадия, она опять же имеет разные названия и она о чем? Когда у людей же все получилось, да, и они понимают, а что бы нам вот еще такого завернуть, такого классного? Мы ведь молодцы, мы команда, мы реализовали проект, мы получили определенную прибыль, мы вышли на стабильность, мы вышли в ноль, мы уже даже что-то получаем из того, что мы раньше считали полным нулем. И у команды может возникнуть новая идея. И таким образом уже с новой идеей рождается новая команда и мы возвращаемся к самой первой стадии. То есть это очередной, получается, уже виток нашей параболы вверх. Но также и на этой стадии можно и умереть, поняв, что ну все получилось, окей, до свидания. Если же команда все-таки на стадии этой решила задержаться, то, скорее всего, через какое-то время происходит определенное падение мотивации на вообще совместную работу. Потому что, ну что, мы же молодцы, мы же все сделали. И нет желания, стремления драйва прежнего, нет, который был в самом начале, когда было интересно, а что же получится. И когда интерес пропадает и не хочется двигаться дальше, то наступает стадия такой вот аристократизации. Давайте мы пьем шампанское по утрам, да, мы вводим Порше, мы покупаем виллы на Канадских островах, забывая про то, что вообще-то мы делом занимаемся. После этого возникает в следующей стадии одна из самых печальных, и это еще не смерть. Печальная стадия – это бюрократизация команды, когда все процессы, которые раньше работали на бизнес, работали на цель, на достижение, на результат, начинают работать против него. То есть, когда к команде обращаются с просьбой помочь, поделиться опытом, рассказать что-то, команда начинает ориентироваться именно на процессы. Ну, вы знаете, у нас процесс построен так, что вот вы должны поговорить с тем, а он не будет говорить, пока вы не поговорите с третьим и так далее. И в стадии бюрократизации довольно часто команды не выдерживают, потому что обратная связь от окружающего мира, например, оказывается слишком жестокой. И команда загибается. Ну и таким образом она как раз приближает себя к смерти. А смерть команды происходит, когда смысла быть друг с другом рядом больше просто нет. И, как вы уже поняли, она может произойти на каждой стадии, о которой было рассказано. Но закономерная смерть команды – это та смерть, когда вы уже всего добились, вы всего достигли, и вы понимаете, что вы сделали максимум того, что могли. Но этой командой делать что-либо дальше вы не видите смысла, и ничего хорошего такого, как уже было, не выйдет.